всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь устроить безобразие на гриле безобразие потому что использовать готовые продукты подумалось мне если у вас есть дача или вы выезжаете на шлики своей постоянной компании в одно и тоже стандартное место то и готовить свой шашлык или стейки по стандартным сто раз уже выверенным рецептом и я хочу в качестве такой свежей струи приложить простые и главное быстрые штучки для чего купил готовое слоеное тесто тесто фило бананы лимон апельсин сахар масло сливочное и корицу идея в следующем допустим стейк или шашлыки вы уже приготовили уже сытые сидите такие и тут кому-то хочется десерта ну может дети у вас есть ну почему бы не доставить такую радость если есть возможность займусь углями начинка штрудели может быть какой угодно это просто мне банан захотелось приготовить в испании продается два вида этих штук одни магазине продаются под названием банана а второй платона вот этот платон на канарский я их по виду признаться честно в жизни не различу ну если что этот немножечко потоньше этот потолще по вкусу различаются до платона канарский тем более платона гораздо более сладкий он и стоит в два раза дороже но в чем разница может вообще разные растения понятия не имею если кто знает напишите раз в комментариях мелко нарубленные ну а теперь крупный муж еще половинку лимона наверх это чтобы начинка погуще было сейчас прогреется загустеет и может снимать огня это у меня камень для пиццы представляете я 10 лет да даже больше я пользовался куском гранита в качестве камня для пиццы он мне прекрасно в печи жил но в конце концов его расколошматил и жена мне в подарок преподнесла вот это вот чудо можно кстати использовать самую обычную керамическую плитку самое главное выбирайте потолще чтобы она побольше тепла запасала на лист немного растопленного сливочного масла а теперь все то же самое попробую сделать со слоеным тестом только надо его на части разделить не уверен что добавление свежей цедры даст какой-то принципиальный привкус но почему бы не попробовать масло для слоеного добавлять не стоит его в тести так достаточно ну что можно отправлять на камень правда я ни разу так ничего не запекал надо проверить температуру отлично прям на бумаге положить так проще все минут 15-20 можно отрезкать согласитесь очень простое блюдо я вам больше скажу в этот начинку можно вообще за благовременно дом приготовить на плите с собой привести туда в баночке в коробочке тогда вообще всей войне на пять минут останется что только штурли свернуть да на камень положить ждем вот такой простецкий что самое главное быстрый рецепт он конечно годится и для духовки но мне кажется что в домашних условиях можно хотя бы начинку какую-нибудь по заморочений придумать и еще момент работать на улице на жаре все-таки удобнее с тестом филу она тонкая а вот слоеное тесто значит сравнительно быстро размораживается начинает липнуть бумаги больше более муторно с ним занятия и я думаю все таки не забывайте про корицу который я забыл положить в штруделе с филова и натирать наверно надо все таки лимонную цедру вы давайте смотреть что у меня там получилось давайте пробовать вот 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 Смотрите продолжение в следующей части. Так, ну и первое я попробую из теста фило без корицы. Это вкусно, это классно, это быстрый рецепт. Сладости можно, наверное, немножко поменьше, то есть немножко поменьше сахара и немножко побольше лимонного сока и сока апельсинов. Ну, это на этапе приготовления начинки делается, то есть пробуйте и смотрите. Вообще вкусно, если с несладким чаем горячим, то прям отлично. Ну и, конечно, вот я думаю, ну что буду говорить, сейчас попробую именно с корицей и скажу вам, что получится. Так, вот это вот с корицей и слоеного теста. Да, корица значительно интереснее делает начинку, прям вот кровяно интереснее. Короче, значит, мой вывод. Делаем с тестом фило на улице, дома можно и с слоеным. Добавляем корицу, чуть-чуть больше лимонного сока и лимонной цедры свежей, она прям вот хороша. И на этапе приготовления начинки пробуйте. Может быть, не стоит сразу весь сахар класть или положить, как и указал в рецепте, весь сахар, но регулируйте количество лимонного сока. То есть не то, что пол лимона выдавить, а выдавили пол лимона, помешали, попробовали. Может быть, еще надо добавить, может быть, целый лимон у нас уйдет. Все зависит от того, насколько сладкие бананы, насколько сладкие апельсины и насколько сладкий сахар. На этом позвольте завершить. Я надеюсь, что этот простенький рецепт скрасит вам ваш выезд на шашлыки или на барбекю. И вам, вашим женам, вашим детям все это дело понравится. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok